Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Геннадий. Я являюсь старшим инструктором УФК в клинике доктора Шишонина. В нашей клинике работает целая слаженная команда профессиональных врачей и инструкторов УФК. Основная задача нашей работы – это помочь людям, которые страдают проблемой артериальной гипертонии, которая вызвана нарушением кровотока по позвоночной артерии. Также мы решаем проблемы опорно-двигательного аппарата – это артриты, артрозы, остеокондроз, грыжи и так далее. К нам приходят люди разных возрастов, разной физической подготовки. Для каждого индивидуально разрабатывается специализированная программа лечения, плюс подбирается специализированный комплекс физических упражнений, который выполняется под контролем врачей и инструкторов УФК. Для решения наших задач, поставленных, мы используем тренажёры. В нашей клинике линейка достаточно широкая для мышц всего организма в целом, то есть начиная от шейного отдела, заканчивая чуть ли не голеностопом. Сейчас я хочу продемонстрировать вам тренажёр, который направлен на локальную проработку мышц плечевого пояса и мышц шейно-грудного отдела. Чем хороши данные тренажёры? Я хочу немножко так отступления сделать. Каждый тренажёр, у него определённая заданная траектория движения, то бишь правильная биомеханика выполнения движения. На нём понять и работать очень легко, то есть легкодоступность. Плюс дозированная нагрузочка, которую можно отрегулировать от самой лёгкой до самой тяжёлой, в зависимости от состояния данного конкретного человека. Переходим к выполнению самого упражнения на данном тренажёре. Первый хочу показать как раз для проработки среднего пучка дельтовидной мышцы и надосной мышцы. Плюс слегка включаем в работу трапециевидную мышцу. Встаём перед тренажёром, подбираю под себя рост, то есть единственная, что сложность, это подобрать под каждого человека конкретно, это рост. Но в нашей клинике этим будет заниматься инструктор ЛФК. Я под себя подобрал, беру рукоятку, спина ровная, ноги на ширине плеч, с выдохом поднимаю руки вровень с плечами, то есть до горизонтали. Плавно опуская, чтобы вес не стучал, поднимаю. Всегда идёт движение плавное, под контролем именно работающих мышц. Где-то раз 15-20 я выполню данное движение. Затем переводим в верхнюю позицию для включения в работу мышц антагонист. Беру рукояточки сверху, спина ровная, исходная позиция та же самая. И на выдохе начинаю руки сжимать перед собой. Немножко усложню, совсем легко. С выдохом соединяю руки. Также выполнение где-то в пределах от 15 до 20. Также, чем хорошо данное упражнение, данный тренажёр, то что здесь можно регулировать амплитуду движения руки. Бывают люди приходят к нам с проблемами не только шеи, плюс настолько сильно запущен плечевой пояс, что у человека так называется синдром замороженного плеча. Когда рука не может подняться даже до горизонтального положения. Для данного конкретного человека я буду подбирать более комфортно для него амплитуда движения на начальном этапе. Если у него поднимается она не доходит до горизонтали, я рукоятки поставлю в горизонталь. Подам рукоятки ему и буду просить, чтобы он поднимал до комфортной амплитуды с ограничением. С каждым занятием, от занятий к занятию по мере восстановления плеча, амплитуду будем усложнять до полноценной амплитуды движения. Я вам показал один из тренажёров. Ещё раз повторюсь, в нашей клинике линейка достаточно широкая. Всем людям, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, я всё-таки рекомендую пройти курс лечения в нашей клинике для того, чтобы вас обучили правильности выполнения упражнений, объяснили, что можно делать, что нельзя. Будем рады всегда вам помочь. Спасибо за внимание. До свидания.